С нами по скайпу, на прямой связи наш зритель из Абакана, Екатерина Чернышева, журналистка, следит за тем, как проходят выборы в ее родной части Российской Федерации. Екатерина, добрый день, а у вас, наверное, уже ближе к доброму вечеру. Слышите ли вы дождь? Да, я вас прекрасно слышу. Последние данные у нас появки были на 15 часов местного времени. У нас с вами разница в 4 часа. 42,5% избирателей проголосовали. Несколько больше, чем в 2011 году на выборах депутатов Госдумы на 6,5% и на 5% больше, чем на президентских выборах 4 года назад. Ну, из примечательного. Традиционно активнее голосуют села, и интересно, что активнее остальных городов, а и в Хакасии 5, голосует Сорск, который этой зимой отметился перманентными коммунальными проблемами. В дни, когда температура воздуха в Хакасии опускалась ниже 40, а в квартирах жителей Сорска в это время отмечалась температура примерно, ну, плюс 12, плюс 16 градусов. Так вот, сегодня Сорск первым среди городов перешагнул явку в 50%. На 15 часов нашего времени здесь проголосовало 51,1% избирателей. Ну, наименее активно традиционно в столице Хакасии, Абакан, у нас 37,32%. Грубых нарушений избирательных прав граждан у нас не зафиксировано, в избирком, по крайней мере, заявлений не поступало. МВД вот только несколько десятков жалоб зарегистрировало, все они в основном касаются нарушения агитации. В общем, это все пока из Хакасии. Спасибо большое наш зритель и журналист Екатерина Чернышова была с нами на прямой связи из Абакана, где выборы еще идут. Я, кстати, обращу ваше внимание на то, что на Дальнем Востоке, ну, на Чукотке и на Камчатке выборы уже закончились, подходят к концу выборы, собственно, во Владивостоке, вот в этом часовом поясе. Ну что ж.